Чтобы это не было марионеточного политика, чтобы не было марионеточного политика, которую он им опять... У меня, я умный человек, у меня иллюзий нет. Я понимаю, что здесь, чтобы завести толпу, надо кричать, что все жулики и воры, и пойдемте брать крем. Я так не буду кричать, и даже если все пойдут брать крем, я не пойду брать крем, потому что я против революции. Я не хочу уловия, я не хочу переворота. Я знаю, что если у нас не будет влияния на власть, то же Навальный, как бы он сейчас всем нам не нравился, он мне нравится тоже. Но он превратился в течение 10 лет в такого же коррупционера, и ничего не изменится. Вопрос в том, насколько мы, как гражданское общество, можем это менять. Мы можем это менять только в системной оппозиции. Если есть возможность, если дал не увидев, пусть бросит эту гость нам в виде создания партии, либерализации системы, давайте брать эту гость, давайте ей пользоваться. Пусть эти люди покричат, покричат, посвистят, унили кому-то еще, а дальше они ничего не будут делать. Это меня пугает. Я хочу, чтобы был список людей, 100 людей, 100 независимых, незамазанных ничем людей. Ни сургонской пропагандой, ни деньгами Прохорова, ничем. Акунин, Парфенов, Шевчук, я уверена, 100 людей, которым мы все доверяем, мы найдем. У этой организации не может быть лидера, это не может быть чья-то партия. Это может быть только образование, созданное так же, как и это движение в интернете, где люди смогут вести диалог с властью, смогут быть властью слышим. По-другому это не может быть. И по-другому нет никакого механизма менять и влиять на ситуацию. Иначе будет мы все это проходить. Будет опять кровь, будет опять гражданская война, потом будет опять голод, разруха, и опять построение той же системы, которая приведет к такому же результату. Что мы приобретем? Ничего. Люди богатые, перспективные, люди креативного класса. Первый раз вышли на болото, и второй раз вышли сюда. Именно потому, что они это понимают. Именно потому, что они не хотят жить в такой стране, но они и не хотят жить в современном мире. И я говорю именно с этими людьми. Может быть, им было там не большинство, но я думаю, что они меня услышат. Я не являюсь, знаете, новоявленным лидером. Слово, я зову, я зову, я говорю, я говорю, я имею в виду. Ваш журналист, который увидит ситуацию, который считает, что мы можем поменять ее только тогда, когда мы не можем поменять. Есть шансы поменять, например, в следующий день партийский плейбор. Говорится то, что вы сейчас говорите. Если такая партия будет создана, а это зависит от этих людей, если они смогут понять, что шик воздуха в виде митинга, это не может быть конечной точкой, потому что нужно что-то создать, нужно предложить, сказать, что мы не против фальшуры и эроры. Мы за. И дальше должны быть список, за что мы. Помимо свободных выборов, да. Но вы готовы ее предложить, хотя бы на уровне организаторам, и личную ютилитику за это быть, даже не в качестве лидеров партии. Я не могу взять на себя точно смелость быть одной из этих ста людей. Я могу точно проголосовать за такую партию, если она появится. И я могу взять какие-то армия Задонские на себя функции. Но я точно не беру на себя какую-то стрелость быть человеком, который поведет всех куда-то. Я хочу слушать и слышать людей не типа Каспарова, не Емцова. Это не мои фумиры, это не люди, за которых бы я хотела проголосовать, понимаете? Но то те вещи, которые говорит Парфюм, Акунин, те вещи, которые говорит Шевчук, Юра Музыка. Эти вещи мне близки. Эти вещи близки моему поколению. Эти вещи близки тем, кто вышел на болотку. Эти люди, которые пришли первый раз, они не ходили на митинге до этого, потому что до этого у них не было такой потребности. Она появилась, потому что люди увидели, что их не уважают, что их голос не прощинает, что к ним отнеслись, как вообще непонятно к кому, разыгрывая свою бутылку. И я среди этих людей, понимаете, я себя скрутирую с ними. Такие люди есть, и они должны быть представлены. Сейчас они никем не представлены. Эти люди пришли не из-за Немцова, и не из-за Навального, и не из-за Рыжкова с Попрозьмом. Понимаете, это не из-за этого эти люди сюда пришли, приехали на своих машинах, красиво оделись, взяли цветы с собой, сделали это трендом. Не из-за этих людей они пришли сами по себе выставить свою позицию. И вот это то, что не может понять власть. Поэтому и власть пытается действовать старыми способами. Так, у нас есть оппозиция, так, Немцова и Рыжкова будем дарить, Навального походить, а с Прохоровым договориться. Это так не действует. Не лидеры представляют эту систему, а эти люди. Вот это поколение Фейсбука, поколение Красного Октября, поколение годных людей, креативного класса. Вот эти люди, понимаете, и эти люди нуждаются в том, чтобы быть представлены. Фейсбука, ни одного политика сейчас нет, которому вы могли доверять. Именно политика не... Сейчас давайте быть реалистами. Есть на сегодняшний момент существующая власть, которая нас не устраивает. Но пока мы сами не предложим, пока мы сами не родим эту новую власть, нас будут звать на баррикады Рыжковы, Немцовы и Навальдов. Я этого не хочу, не опасно. Я с большим уважением отношусь к Москве и Навальдов. Но я его боюсь. Я не хочу здесь в урове войны и не хочу идти на баррикады, понимаете. Это неправильно, это не выход для страны. Это приведет только к еще одному большому дирекционному потрясению. Но больше никого нет, кроме них, кроме этих людей. Их нет, потому что нет питательных политических среды, в которые люди могли бы выразить, создать вот лидера, создать вот некого лидера. Понимаете, если бы такая среда появилась, еще раз говорю, партия, которую каждый бы мог бы сказать, это моя партия, вот я за нее голосую. Партия среднего класса, партия креативного класса, партия людей, которые, может быть, никогда не занимались политикой, журналистами, писателями, актерами, но люди, которым мы верим, люди, которые не замазаны ничем, не получали папку с Кремляниями, люди, как бы не занимались новыми вещами, люди, которым, вот лично я, Ксения Сорчанна, это не главное доверять. Ну, человек, вот вы бы доверяли, если бы партнерам окупил Шевчук, образом, когда сказали, что вот мы не сдаем организацию, мы в нее верим, и мы не замазываем, мы не получали ответственность в журналистах. Мы бы проголосовали на такую партию. А согласятся с чем? Они не согласятся работать постоянно в политическом моле. Здесь не, вот в том-то и дело, я считаю, здесь не может быть лидера. Здесь может быть только общая система, внутри которой такие лидеры появятся сами. И там родятся и идеи, и люди, которые смогут быть лидерами. Потому что не сейчас получается, что у нас либо общественная интеллигенция, которая просто высказывается в религии, либо Навальный, который зовет брать Кремль. Не зовет. Ну, почти, уже почти звал. Не зовет. Сейчас, я в какой-то момент чуть, чуть это уже думаю, сейчас он пойдет. Это уже выборы президента. Но вы сказали, что никого не видите. Но вот кто может быть? Некоторые кандидаты, которые... Ну, давайте, мы же с вами, взрослые люди, не понимаем, кто победит на мартовских выборах. Это очевидно. Конечно, победит пусть. Плохо, это хорошо, это другой вопрос. Почему? Почему? Такие на данный момент есть варианты. У нас не будет. Люди, люди, люди не согласны, люди не согласны. Я с этим тоже не согласна. А какие есть еще варианты? Я не согласна. Я бы хотела проголосовать за другого кандидата. За кого будет голосовать? Нет, вот я об этом и говорю, что не за кого голосовать. И для того, чтобы было за кого, нужно дать эту свободу. Нужно создать такие объединения. Я не хочу голосовать за Немцова. Я не стала бы голосовать за Немцова, даже если бы он вызвнул свою санкционеру. Хотя, как друга, я его очень уважаю. Хороший мой друг. Вот в том-то и дело. Вы поймите, что вопрос в том, что мы выступаем за свободный вопрос, за то, чтобы власть восклакал этот диалог. Я этого хочу. Я хочу, чтобы власть со мной говорила. Я часть этого общества. Я хочу, чтобы мои права уважали. Чтобы была свобода, чтобы на город был и Немцов, и Навальный, и кто-то еще. Но в сегодняшнем раскладе, я понимаю, что все равно ситуация такая, что у нас есть лидер Путин, которого знают все, и знают не в Москве, в Содовом кольце, а знают бабушки, у него и оноры. И в этом большая проблема. Но уже на следующих выборах может появиться другие люди. Появятся эти лидеры обязательно. И наша задача – это вести диалог в эту сторону. Понимаете, не раскачивать форуку, а вести этот диалог. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что в будущем митинге я на него обязательно пойду. А потом еще и еще. Но с митингами одними эту проблему не решим. Митинг – это поворот либо к революции, и этого я очень боюсь и не хочу, либо это поворот к гражданскому обществу и диалогу. Вот я – человек, который за диалог выступает. Я не выступаю за революцию. Я хожу на митинги из-за того, чтобы в какой-то момент мама вам сказала, вот сегодня мы пойдем на Кремль. Я пойду на Кремль. Я не пойду. Не потому, что у меня связь с ними, у меня кто-то платит или еще что-то. Я очень последовательна соединена. Но я не хочу. Я не хочу жить в революционной России. В котором мы должны быть выжены. И если мы не сделаем этого,